Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре Trackers of Europe 3. Друзья, ну, перед тем, как начнем, я, во-первых, хочу сказать вам просто огромное спасибо за вашу поддержку того самого первого видоса по этой игре. Я остался просто, ну, мягко говоря, в афиге от того количества просмотров, лайков, комментариев, какой прям резонанс этот видос вызвал в положительном смысле этого слова. Ребят, спасибо вам огромное. И, как я понимаю, очень много новых зрителей пришло вместе с этим видео на канал, так что обязательно, ребятушки, если вы до сих пор не подписались и вам интересно, эта игра будет в дальнейшем, потому что, напомню, это пока что только бета-версия и функционал крайне-крайне здесь ограничен на данный момент времени. Обязательно, ребят, на канал подпишитесь, ведь у нас, как я уже понимаю, можно сказать, на постоянной основе эта игра будет существовать на канале. Итак, в прошлом видео давайте такой небольшой сделаем флешбек. Я прокатился, в общем-то, половину маршрута, да, чуть-чуть мы так всех элементов интерфейса, элементов игры коснулись, повахали, повахали. А сегодня, ребята, давайте мы проедем с вами, наверное, полный рейс, но перед этим мы сделаем тюнинг грузовика, поменяем ему шасси, перекрасим двигатель, коробку. Ну, в общем, это на самом деле не моя идея, да, она была подчеркнута из ваших комментариев. В общем-то, предложили вы мне эту идею, я такой думаю, блин, а почему нет, это действительно здорово, давайте так и сделаем. Протюнингуем грузовик и прям дадим полный рейс с каким-нибудь тралом куда-нибудь, в какой-нибудь город. И посмотрим, как машина себя ведет на шасси 6х2 с более тяжелым грузом, как он себя чувствует на дороге. Ну, в общем, проведем такой эксперимент. Итак, ну что ж, запускаем двигатель. Я уже приехал, кстати, к слову, в тот город, который надо было приехать. Итак, здесь мы выбираем тракс, здесь мы выбираем конфигуре и попадаем в такой замечательный тюнинг-центр, который, кстати, блин, реально выглядит лучше, чем в Евротраке. Вот серьезно. Итак, выбираем шасси 6х2. Каждый раз после того, как мы с вами что-то выбрали, не обязательно подтверждать. Почему? Потому что, ну, скинется и все переведется, в общем-то, обратно в игру и туда-сюда перезаходить не нужно. Просто выбираем то, что нам необходимо и переходим к следующему пункту. Кабина у нас на этом мане ТГА пока что одна, поэтому это у нас фишка не кликабельная. Дальше у нас, ребята, двигатель. Здесь я, видимо, заранее уже поставил на 480, ну да ладно. И также, видимо, заранее я уже поставил коробку на 12 ступеней с ретардером. Ну, ладно, ничего страшного, извините меня. По экстрам давайте будем смотреть, давайте будем тюнинговать наш грузовичок. Давайте его полностью весь окрашенным сделаем. Вот мне вот прям хочется, чтобы мой ман был самым красивым. Нет, эту решетку я оставлю черной. Спойлерочек. Ну, давайте вот такой сделаем, так как, типа, у нас будет все-таки, ну, типа, тяжелый груз и как бы все такое. Так, ну и вроде бы все, что ли. Да, тюнинг у нас весь. Ну и цвет, 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 цвет. На самом деле было бы неплохо здесь увидеть, ну, знаете, что-то типа строки, куда можно ввести все, в общем-то, необходимые нам показатели. Там RGB и так далее и тому подобное. Вот в Евротраке, это, конечно, и в Американтраке очень удобно сделано на самом деле. Ну, а здесь как-то, ну, тоже, в принципе, колесико. Вот это все удобно, насыщенность и так далее. Ну, давайте выберем вот это. О, оно вот так даже перекрашивается. Нифига себе, прикольно. То есть мы выбираем цвет. И получается на этот цвет у нас накладывается прямо-таки то, что нам нужно. Я пытаюсь, ребята, оливковый цвет сделать. Ну, вот как-то, наверное, вот так. Все, прикольно смотрится. Так, больше у нас тюнинга никакого нет, поэтому мы нажимаем Confirm. Денег у нас тут, как я понимаю, безлимитное пока что количество, так как это бетка, чтобы мы все с вами проверили. Ну, и вот так вот выглядит наш замечательный MAN. Офигенно смотрится. Итак, запускаем мотор. Что нам сейчас нужно сделать? Сейчас нам, ребята, с вами нужно взять груз. Get a job нажимаем. И тут смотрим. Из Сити 2 в Сити 1, то есть обратно, как бы, да, нам нужно будет с вами отвезти... Это как-то погрузчики какие-то или что-то в этом роде. О, экскаватор 25 тонн. Вот это хорошечно. Давайте его возьмем. Get a job, как говорится. И все. Надо сейчас нам искать, где этот концепт стоит, как я понимаю. Он, наверное, стоит на какой-то соседней базе. Давайте в режим от первого лица перейдем. Задняя передача. И потихонечку поехали. Слушайте, ну она прям такая резкая машина стала. Она была шалко-шаткая такая, валкая или едущая. Но сейчас она прям такая резкая, резкая стала. Быстро разгоняется. Ну, блин, для 20-ки я все-таки думаю, да, это необходимо. Все-таки 20 тонн мы с вами потянем, напомню. Так, где тут наш замечательный экскаватор? О, нифига себе, у нас это самое. Ха-ха-ха-ха. Аж такой... Шинами засвистел. Непривычно такое слышим, потому что в Евротраке такого-то нет. И ты как бы, блин, ничего серьезного здесь такое есть? Ой-ой-ой, тут естественным образом мы так и все стороны не подцепимся. Но текстурки моргают. Ребята, это бета-версия. Давайте особо там сильно не бомбим по этому поводу. К финалу это все исправится 100%. Так, мини-игра 7. Многим, кстати, она зашла. Да и меньше, если признаться, тоже она зашла. Каков красавица! А, ребята, ну красавчик же! Пары даже можно в этом не включить. Ну просто на него посмотрите! Ну какой он балдежный! Ё-моё, а! Просто же красавчик! Смотрите, как морда приподнимается он. Как он вообще, в принципе, играет. И сразу чувствуется то, что двадцатка на жопу ему упала. Ему прям, ну не то, что тяжело, но с усилием он эту двадцатку тянет. Кажется, такое ощущение, будто кабина трясется. Но я понимаю, что это, наверное, исправится все в дальнейшем. Не хватает, может быть, маячков каких-то, да. Вот, кстати, в тюнинге было неплохо бы увидеть эти самые маячки. Руль, ребята, я так и геймпад что-то не смог настроить через PlusTax. Если у кого-то есть какой-то опыт настройки, напишите, пожалуйста, мне вконтакте. Я прям буду рад. Ой, что-то он прям заваливается. Так, нифига себе. Непривычненько. Непривычненько. Все, передачи перебирает. О, нифига, он прям такой, знаешь, вот сейчас мне физика не в лучшую сторону нравится. Она мне больше напоминает, наверное, первый Евротрак. Как будто бы грузовик и дорога, они в принципе не связаны между собой. Прям ты поворачиваешь, а ничего не получаешь в ответ. Ну, прям такой, весь болтается. Ну-ка, свнишки, давай посмотрим. Пульс. Ну, специально я это, ребят, сделал. Я просто попытался его раскачать, дестабилизировать, посмотреть просто, что будет. Звуки, кстати, да, я тоже думал об этом, но не стал об этом говорить, потому что я думал, что мне показалось. Но звуки реально здесь похожи на мэдстеровские. Вот именно прям звуки двигателя, они хорошие, такие классные, качественные. То есть это не какая-то портуха. Не хватает трафика, что-то, знаешь, уже вроде бы как первые какие-то эмоции ушли от тебя, да, и ты немножечко как бы такой думаешь, блин, вот чего бы тут еще. Как я понимаю, регулировка ретардера у нас идет здесь, на вторую зону. Ну, чтобы просто колодки не стирать. Опять же интересно, как тут будет учитываться износ автомобиля. Будет ли, в принципе, вообще это реализована система, там, повреждения и так далее. Потому что вот эти зеленые штучки, они сбиваются, кстати. Значит, мы ее переехали. И она сейчас у нас под задней тележкой где-то там хватается. Ну, с собой, ладно, отвезем ее. Карпец, она там маски стабилизирует вообще жестко. Вот это жесть. Вот этого я не ожидал на самом деле. И, блин, обратите внимание, то есть мы стояли как бы немножко на таком склоне-изломе, да, и прицеп очень сильно давил нам на тележку, на заднюю. У нас мордаха чуть-чуть приподнялась. И вот до тех пор, пока она вниз не уехала, сама по себе, да, накат не произошел, самый низ. Мы не могли рулить. Слушай, ну, в горку тяжело. Вот в этом плане, конечно, да. То есть вроде и движок-то у нас под 500 коней, но, тем не менее, все равно это не как в ЕТСке, где ты даже, мне кажется, на 300-сильном моторе 20 тонн просто затянешь в любой подъем без каких-либо проблем. А здесь чувствуется то, что у нас зацепили на засадницу. У нас тяжелый достаточно груз, и да. Ну, здесь, в принципе, мы можем переходить на круиз-контроль. Заранее, естественно, все это я подстроил. У нас 125 максимальная скорость, как на круиз-контроле, так, ну и, в принципе, вообще здесь максималка 125, насколько я понимаю. Груднички. Да, было бы здорово увидеть потом, конечно, в этой игре трафик. Хотя бы какой-никакой. Ну, в идеале, конечно, мультиплеер. Я думаю, это будет просто бомба. Это реально будет бомба. Если представьте, в такой, блин, игре ЕТП. Это же мега офигенно, ребята. С ребятами прям как в конвое. Ой, вообще кайф. Ой, 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 тихо. Рулем лучше не крутить. Аккуратно. Аккуратно. Смотри, в горку, в горку, в горку идем. И скорость у нас теряется. То есть вот здесь, в этом плане, мне это очень нравится. Евротраки, я думаю, мы тоже бы потеряли свои скорости. Но не так это было бы заметно, на самом деле. То есть мы бы, да, сделали вид, что нам тяжело, по крайней мере. Но здесь прям машина, да, реально, она офигевает от таких ножей. Конечно, да, если здесь у нас будет потом двигатель на 700 лошадей, там на какой-нибудь Scania, да. Она, я думаю, вообще этого не заметит. Она спокойненько поедет и все. Но вот эти все покачивают. Машина живая. Ты себя чувствуешь в ней живым человеком, можно так сказать. То есть она реально вся живая. Она вся шифелится, болтается. Она реагирует на рельеф дороги, на подъемы, на поваркоты. То есть вот этого очень, евротраки не хватает. Можно, конечно, это все там сделать регулировками физики в настройках. Но это будет уже не то. Ее из горы, да, весьма опасно, кстати, идет, ребята. Ее прям подтаскивает. Контролить-то тяжеловато такую массу. Да, еще есть такой скоростью. Ой-ка, наверное, мы подостановимся. И сразу трейлер потащил его у нас в сторону. О-о-о-о, блин. На клавиатуре это, конечно, дичь полная, вообще. Это полная дичь. На руле, я бы, думаю, смог бы ее проконтролировать. Но на клаве это капец. Но еще и учитывая то, что все-таки это у нас эмулятор, как бы, да, вы должны понимать, что здесь управление все-таки не так, как задумано. На том же телефоне и так далее и тому подобное. Он хоть и пытается эмулировать что-то, но все равно это не то, поэтому давайте до сутки скинем ограничения. Хочется напевать песню. Радио нету. Вот тоже уже, знаешь, прям такая-то... Уже начинаешь накидывать идеи. Какие-нибудь там открывания окон или что-то такое. Ну так, если ехать спокойно, никуда не гнать. В принципе, адекватно. Надо, опять же, привыкать к рулю. Начинает какие-то моменты подбалтывать. Чуть-чуть передавишь, и все, и сразу вот, ну так это... Типа, братан, давай, договоримся, не надо гнать. Расход 36. У нас, ну, кстати, когда я ехал сюда, у меня расход был 70. Но ехал я на голове 4 на 2, у меня было шасси. Почему-то расход был больше. Ну, имеется в виду мгновенный вот это. Здесь он показывается, вот это мгновенный расход. Было бы круто, если бы можно было... А, можно поменять, смотрите, время можно здесь, чтобы указывалось, либо, в принципе, расход, либо время. А, ну, либо опять мгновенный, я понял. То есть здесь ничего такого у нас больше нет. Только здесь у нас какие-то клики. Ну, а так, чтобы еще можно было добавить, слушай, я даже не знаю, что еще сюда можно затолкать. Но если, допустим, понажать ее сюда добавлять, ну, чтобы появлялась усталость, допустим, да, полоска усталости, чтобы у тебя просто понятие было, что в какой момент он устанет, чтобы это спрогнозировать, как-то, не знаю. Звуки в кабине топ. Прям кайфетские звуки вообще, офигенские просто. Ой! Что это случилось? А что это было? Я не понял. Скорее всего, наверное, там какой-то был невидимый объект. Буду нафиг лучше ехать левым рядом. Пока есть возможность, левым рядом можно ехать, но лучше, как говорится, не надо, потому что мы его, по нему, мало ли кто-нибудь какой-нибудь трафик здесь редко отгрузит. Вот, смотрите, опять же, то есть, это, конечно, наверное, сложно реализовать. Это как-то путем, наверное, каких-то камер надо делать, да? Типа, знаете, в общем, вот, допустим, ты нажимаешь клавишу, и камера переносится там на блок печки, на блок клавиш и так далее и тому подобное. Вот было бы здесь прикольно реализовать вот эту систему с нажатием аварийки, двигания седла, опускания подвески, там, включением питания, переключением карбопки, там, ну, вот это все то, чтобы можно было с этим взаимодействовать. И тогда это, блин, реально будет круче Евротрака, где это, ну, чисто визуал, запитанный на клавиатуре у нас получается, да? А тут это вот можно все самому, грубо говоря, своими пальцами, если на телефоне, то на плахе будете играть. Это все можно сделать самому, это же вообще круто. Так, у нас тут спуск. Тут тормоз в пол. Слышно было, да? То, что он немножечко вьюз у нас там, у-у-у-у-у, начинал. Если бы пустой шел, мне кажется, да, он бы уже давным-давно-давно не визить начал. Знаки, смотрите, светоотражаются, так как фары у нас включены. Сейчас мы их возьмем, выкручем. Оп, и перестают они светоотражаться. Даже такая мелочь казалось бы, да? Вон, да, здесь уже реализована. То есть над этим думали, над этим работали. Что какие-то материалы должны отражать свет. Это вот нужно заложить сюда, в эту игру. Молодцы. Давайте опять по максимуму на круизе поставим. Так, это у нас не работает. Я уже начинаю нажимать на все подряд, просто смотреть. Что у нас может быть здесь анимировано. Это ясно понятно. По салону, если мышку зажмем, посмотрим. На холограф можно было бы сюда еще какой-нибудь добавить. Но карты как-то, знаете, не хватает в полноэкранном режиме. То есть, допустим, чтобы на тот же навигатор я нажимал, либо при виде третьего лица на карту, чтобы она открылась. Потому что, чтобы просто понятие у тебя было, где ты находишься, спрогнозировать так или иначе, в принципе, свой маршрут. Вот этого реально не хватает. Можно, конечно, попробовать дождика накинуть. Вспомните просто, где он у нас еще находится, этот дождь. Вот так давайте сделаем. Многие говорили про то, что здесь физика дождя. Но, в принципе, сам дождь гораздо интереснее сделан, чем в Евротраке. Потому что, типа, о, слушай, на мокрой дороге-то он тормозит по-другому. О, он прям, да, он прям по-другому себя чувствует. Ну-ка, давай прям сильную дождь сделаем, чтобы дорога была как стекло просто. Так, нам налево. Опа. Вот это да. Ну, по-другому себя, ребят, ведет. Мы, кстати, доехали что-ли уже. Я просто хотел, чтобы вы еще раз насладились. Ну, красиво, блин, выглядит точно. Реально красивые лужицы какие-то в нужных местах. Где-то какие-то ямки на дороге. Там тоже лужицы. Автомоечка, пожалуйста, у нас здесь. Можем помыться. Скип паркинг. Ну, куда нам... А, нам вот сюда надо припарковаться. То есть игра понимает, что мы заехали, допустим, на базу. И нам надо где-то припарковаться. И предлагает нам, типа, сам будешь парковаться. Либо я тебе помогу. Ну, я вроде же как, типа, профессионал. Корректор или рейджинг. А, то есть, видимо, когда у нас корректный угол трейлера, у нас загорится зеленая кнопка, на которую мы нажмем. И все. И у нас получится результат. Не, ну, кстати, да. Я вот тоже сейчас вот смотрю на это. Обращаю внимание. Разводы остаются. Блин, прикольно вы заметили. Я что-то даже как-то внимания на это не обратил. Субтитры сделал DimaTorzok. А, то есть, все, да, мы... О, тут, смотрите, даже можно, типа, посмотреть какие-то наши нарушения и так далее. Ну, короче, мы что видим? Мы видим то, что у нас 450 километров от города до города. Ну, по времени я не знаю, сколько у нас записи видео идет. Ну, в принципе, смотрите, да, с какого момента вы выехали и до момента парковки. Видим то, что здесь у нас есть система прокачки. То есть, очевидно, в будущем, скорее всего, под эту систему будут залочены какие-то тюнинг детали. Ну, окей, хорошо. Показывает наш прицеп, соответственно, наш грузовик, сколько мы заработали, время штрафное за повреждения, сколько нам штрафа дают, сколько топлива затратили, то есть 233 литра, ну и сколько времени игрового мы на это затратили. Ну, неплохо. Ребят, ну что ж, вот такой вот у нас получился видос сегодня. Надеюсь, он вам понравился. Вот так максимально по-простому, по-лайтовому. Как вот есть, так записал, так, в общем-то, я вам это все и выложу. Игруха как-то к этому располагает. Быть проще как-то вот, ну... Мне она сама нравится, я от нее кайфую. Я надеюсь, это через видео вам тоже передается. На этом, ребята, все. Спасибо вам всем еще раз огромное за внимание. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, если эта игра вам понравилась. И, в принципе, если вы за то, чтобы эта игра еще и в дальнейшем появлялась на моем канале. Также на канал, ребят, пожалуйста, подпишитесь, чтобы эти же самые видосы не пропускать. Ну и оставляйте ваши комментарии касаемо того, что вы вообще думаете будет в следующей обнове. Я прям даже и не знаю как-то, что там в головах у разработчиков. Но в любом случае будем с интересом наблюдать. Все, ребят, спасибо всем еще раз огромное за внимание. Пока-пока. Еще увидимся.